Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня видео у нас будет теговое, что лежит в моей сумке, потому что я не показывала свою сумку, которую я купила последняя, купила я ее весной еще, а сейчас ее стала снова носить. И как-то так, просто сегодня мне хочется с вами поболтать, как-то, не знаю, разнообразить наполнение своего канала, поэтому если вам интересен тег, что лежит в моей сумке, если вам интересно конкретно, что лежит в моей сумке, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Итак, как выглядит моя сумка? Это огромная черная сумка, вот такая вот, с длинными ручками. Это, вот на самом деле, форму я взяла, потому что она напоминает вот эти вот формы Диккен Уай, Майкл Корс, Луи Витон тоже есть такая сумка. В любом случае, сумка у меня черного цвета, она кожаная, это натуральная кожа. Я предпочитаю сумки из натуральной кожи, потому что они дольше носятся. Единственный минус этой сумки, это ее тонкие вот такие вот ручки. Ну, просто на самом деле, это не самая удобная вещь, тонкие ручки для сумки, потому что всегда боишься, что ты положил слишком много в сумку, хотя она у меня такая вот большая, в нее можно положить очень много, и чего-то очень тяжелого, такая вот авоська типичная, но из-за ручек я не могу так от души туда положить, там кирпичей, ущебников, чего-нибудь такого. Так, что же лежит в моей сумке? Прежде всего, как и любая нормальная девочка, я стала носить с собой косметичку. Вот она, моя косметичка. Я до этого не носила косметички, потому что как-то я считала, что какой-нибудь там один блеск в сумке, мне этого хватит. Но сейчас я ношу с собой косметичку. На всякий случай у меня там обычно лежит помада-карандаш, которыми я пользуюсь. В данный момент бесцветный какой-нибудь блеск или бальзам от Клоранс коньяничка. Также у меня обычно лежат в этой косметичке матирующие салфетки, и, по-моему, консилер я всегда беру. Я никогда не пользуюсь консилером вне дома, но почему-то я его с собой кладу, и думаю, что он мне обязательно понадобится именно в этот раз. Что касается самой косметички, это у меня косметичка подарочная от Guerlain. Мне очень нравится, что она именно темная, черненькая, она не пачкается, очень стильно выглядит, она очень мягенькая, вмещается почти в любую сумку, кроме там каких-то совсем маленьких клачей. Далее у меня здесь лежит пенал и тетрадь. Пенал у меня такой самый стандартный, тоже тряпочный. В нем лежат у меня гелевые ручки, цветные гелевые ручки. Я такой типичный студент, но, скажем так, я такой, знаете, у меня каждый год я проживаю какую-то такую маленькую студенческую жизнь, потому что каждый год я покупаю себе ручки, я покупаю себе все канцелярские принадлежности, я покупаю себе пенал, и к концу года у меня там, дай бог, одна ручка останется, и то я чаще всего прихожу там на экзамен и прошу у кого-нибудь ручку. А тут у меня как бы еще начало года, поэтому пенал целый, в нем лежат мои ручки гелевые. Даже могу сейчас показать вам. Это ручки Pilot. Обожаю именно их, они очень классные, качественные, пишут долго, мне очень нравятся. Так, дальше у меня здесь еще цветные ручки неизвестного производителя. Взяла их из-за того, что у них очень красивый такой дизайн, здесь узоры на них. Так, что у меня здесь еще? У меня здесь еще вот такие вот стикеры, я их клею, учебник по французскому языку, чтобы отмечать, где там важные правила, грамматика. О, здесь у меня еще карточка аптеки Доктор. Ну, во-первых, я люблю эту аптеку, потому что там не так долго нужно стоять в очереди, как, например, в аптеке Озерки. Она у меня находится рядом с домом, она работает 24 часа. У меня не всегда, скажем так, в рабочее время обычных аптек получается зайти туда и купить то, что мне нужно. Кроме того, она... Ну, кроме того, естественно, у меня есть скидочная карточка в эту аптеку, поэтому она мне нравится. И эта карточка служит мне еще и линейкой на парах. То есть, одни плюсы. У меня даже есть замазка. Да, ну, как бы я такой, знаете, студент-отличник. У меня начало года, все нормально, у меня все есть. К концу года, вот надо снять как-нибудь реальное видео, сумка моя в конце года. Там чего только не найдешь, кроме русских и чего-то нужного для человека, учащегося. Так, моя тетрадка Simon's Cat. Не знаю, я обожаю вот такие вот тетрадки, где именно листочки, их нужно сюда вставлять. Мне очень нравится, потому что можно писать несколько предметов, можно их там пронумеровывать, как угодно использовать. Очень удобно. У меня подруге не нравятся такие тетрадки, потому что она эти листики потом не вставляет, она их теряет, еще что-то с ними делает. Вот здесь у меня еще вот такой вот прекрасный квадратик. Я надеюсь, мой одноклубник это видео увидит, посмотрит и узнает этот квадратик. Этот замечательный квадратик. У него есть офигенная длинная история, что он там долго придумывался, что это такой прям бренд своеобразный. И у нас это как эмблема группы. Мы прикалываемся между собой, это эмблема группы, да. Спасибо, Саша. У него там куча таких наклеек. И прям хотите вот такой квадратик обращайтесь. Вот также у меня тут фотографии мои из как фото, фото, фотокабинки. Всякие мои вот записи. Я люблю там писать на маленьких листочках, подкреплять вот сюда на такую вот, как называется, на скрепку, чтобы это все не терялось. Далее у меня здесь мой любимый крем от Изи Спа с бананом, крем для рук. Единственный способ заставить меня, скажем так, мазать кремом для рук руки, это положить мне его в сумочку. Потому что я никогда не мажу руки кремом, когда я что-то делаю дома. Я вспоминаю, что у меня дико сохнут руки только когда выхожу на улицу. Это не значит, что у меня не сохнут руки, у меня сухая кожа тела, в том числе и рук. Они у меня сохнут и в квартире, и когда я что-то делаю. Но я постоянно что-то делаю, поэтому неудобно мазать кремом. Единственный момент, когда я их могу намазать кремом, это когда я куда-то еду. Вот. Поэтому я такой вот странный человек, напротив вас сидящий и мажущий руки кремом. В метро это вот я, и многие на меня так смотрят, господи, нашла время и место. Но, ну что делать? У всех свои проблемы, у всех свои тараканы, я не могу намазать кремом для рук. Руки перед выходом, потому что я вспоминаю потом только в метро. Ну, убейте меня. Так, здесь у меня также очень ценная вещь. Антибактериальный гель, я вам его уже показывала в подарках. Антибактериальный гель для рук. Все знают, зачем он используется. Я его использую точно так же, но для меня немного иногда странно, когда я ем какое-нибудь мясо или рассольник, или там что-то вот такое вот в особенности мясное. Это в особенности странно, когда ты ешь что-то мясное, а у тебя труп пахнет персиком. И вот этот вот персик, он пахнет сильнее, чем то, что ты ешь. Ты ты как бы ешь мясо с запахом персика. Это странные немного ощущения, но вообще мне гель очень нравится, он приятно пахнет. Также у меня здесь лежит пилочка моей одногруппницы геля. Я знаю, что ты смотришь мои видео. Я тебе обязательно завтра верну эту пилочку, потому что я уже... Я помню, что мне надо гель вернуть, пилочку, но когда я прихожу в университет, вижу гель, она мне рассказывает про какую-то психологию очередную, которую она прочитала, реально какую-то увлекательную теорию, или она мне рассказывает, что она увидела на YouTube, или еще что-нибудь рассказывает. Я забываю, что я должна ей принести пилочку, еще там какие-то вещи, что-то и что-то я еще должна ей принести. И все, и так это и ездят мои сумки туда-сюда, обратно, до универа и обратно. Далее. Это значит одно отделение. У меня в сумке есть два отделения, и одно в середине такой кармашек огромный, в котором лежат ценные вещи. На самом деле я не боюсь с такими сумками ездить, в которых открыто, потому что у меня она открыта, а у меня здесь только одна заклепка. Почему? Потому что моя тетрадка с управленческой экономикой никому не нужна. А вот вытащить отсюда, например, кошелек из такой огромной сумки, с каким-то потайным в середине карманом, очень сложно. Реально сложнее, чем из обычной сумки, потому что она, во-первых, большая, во-вторых, скажем так, чтобы я не почувствовала, открыть вот этот вот кармашек, то есть вытащить вот эти вот длинные штучки, открыть вот этот средний карман, чтобы я не заметила, это очень-очень сложно. По-фу-фу, еще никто не сделал этого, и слава богу. Во втором у меня отделении лежат невидимки, которые я должна тоже отдать подруге, потому что я купила эти невидимки именно для подруги, потому что она нигде их не может найти, а я их нашла в магазине все по 38. Вот. Короче говоря, я ношу кучу вещей постоянно у себя в сумке, которые я кому-то должна отдать, но никому ничего не отдаю, потому что я жабка. Далее, это купончики в Бургер Кинг какие-то. Не знаю, я в Бургер Кинг не ем. Если кто ест, напишите в комментариях, вкусно там или нет. Но вообще фастфуд это плохо, поэтому кушайте дома. Так, дальше. Все большие отделения я почистила, вытащила оттуда все. Осталось вот этот вот средний вот этот кармашек с ценными вещами. Так, ценные вещи. Здесь у меня кошелек, естественно. Он у меня уже превратился в такой вот огромный бочонок. Кошелек у меня, по-моему, тоже из натуральной кожи. Мне его подарили. Здесь такая бабочка, достаточно двухсмысленная. Ну, вообще, кошелек мне очень нравится. Он мне нравится цветом, он мне нравится своей функциональностью. Здесь у меня, несмотря на то, что я борюсь с собой не класть сюда карточки, у меня здесь и банковские карточки, у меня здесь и карточки различных магазинов. Вот у меня тут фикс прайс даже есть. Так, у меня здесь еще книжечка такая под карточки, тоже визитница называется. Но я ей не часто пользуюсь, потому что все равно карточки из моей неорганизованности, они все равно перекочевывают обратно в кошелек. А здесь такие карточки, которые я сюда поскладировала просто так, потому что я ими не пользуюсь. У меня тут такси везет, унция, или вот эта студенческая карточка. Вот, я ее, кстати, искала. Так, Эльдорадо магазин у меня тут, карточка закрывшейся танцевальной школы у меня тут. Ну, много чего здесь есть ненужного, скажем так. Вот она у меня так вот и ездит. Это книжечка с ненужными карточками. У меня здесь студенческий билет, такого красивого модного цвета. Я не знаю, как камера. Камера отображает его как голубой, но на самом деле он бирюзовый. Вот, ну такой вот мой студенческий. С более-менее приличной фотографией. Так, далее. Вот, здесь у меня помада тоже гели. Владельцы пилочки. Я, не знаю, я честно, каждый раз, я помню дома, что мне надо вернуть эти вещи. Я приезжаю в университет, я наглухо забываю. Поэтому, Геля, если ты смотришь это видео, напомни мне в университете тебе отдать помаду и пилочку. Они обязательно у меня в этот момент есть. И я тебе отдам на кито. У меня тут еще есть. У меня здесь есть масло для губ от Невея. Уже все видели его у многих блогеров. Я его показывала в бюджетных находках своих. Очень классное масло. Я его с собой вожу. Мне нравится. И последний у меня такой маленький кармашек там остался под документы. Я в этом кармашеке храню. Храню невидимки. Вот, куча невидимок моих. Даже вытаскивать не буду. Так, пакетик от карточки банковской у меня тут лежит. Пустой. У меня тут лежит паспорт. У меня испортилась предыдущая обложка, которую вы видели в предыдущем видео. И поэтому я купила себе в подружке за какую-то там такую смешную цену вот такую вот классную обложечку из натуральной кожи с совами. Я не знаю. Я в тот момент подумала, что совы, классные обложечки, они придадут мне солидности. Не знаю. На самом деле, мне просто понравились совы. И как-то я так подумала, совы это умный живот. Мне надо обязательно взять обложечку с совами. С совами. С совами. Да. Поэтому обложка у меня с совами. И поэтому я прям умнею на глаза. Внутри я паспорт показывать не буду, потому что я не думаю, что вас интересует моя страшная фотография внутри. И у меня здесь еще наушники, еще от айпода. Сам айпод где-то потерялся. Но остались наушники. И на самом деле, даже вот старый вариант наушников эппловских, он обалденный. Они качественные. Они потрясающие. Мне не нравятся. Они живучие. Я их не испортила до сих пор. Несмотря на то, что они уже и сумки в сумку кочуют, они были моими постоянными спутниками на предыдущей работе. Я еще не открывала даже наушники, которые прилагаются к айфону, потому что я сейчас не слушаю музыку. Мне это незачем. Я не смотрю ютуб где-то в дороге. Я не слушаю музыку в дороге. Поэтому мне наушники сейчас не нужны. Но у меня почему-то в сумке мои вечные спутники. Это наушники от айпода. От маленького такого шафла. Я не знаю, где он у меня лежит. Я очень расстраиваюсь, что я не могу его найти. Потому что вещь крайне удобная. Потому что он не занимает практически никакого места. Он крепится абсолютно к любой одежде. И очень удобно слушать музыку. Единственное, что там мало места. Но я не такой дикий меломан. Мне не нужно 3 миллиарда тысяч треков в айподе иметь, чтобы жизнь моя оказалась мне прекрасной. У меня на самом деле есть несколько любимых композиций. Там еще, допустим, ну штук 20 композиций, которые я готова слушать постоянно. И все. Мне больше ничего для жизни не надо, для счастья. Итак, это все, что лежит в моей сумке. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что интересного и необычного лежит у вас в сумке. Что для вас странно в моей сумке. Если вы студент, то расскажите мне, пожалуйста, носите ли вы с собой пенал или нас таких очень мало. И все. Всем желаю отличного настроения, чтобы у вас в городе выпал снег, если у вас еще нет снега. Или чтобы у вас просто была отличная погода, если у вас уже зима наступила. Все. До встречи в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.